С 21 января в Запорожской области начата контртеррористическая операция. Глава СБУ Валентин Наливайченко дал соответствующие указания. Это связано с подрывом железнодорожного моста на перегоне Камыш-Заря-Розовка, что в 5 километрах от Донецкой области. Напомним, ЧП произошло 20 января. В Запорожской облпрокуратуре сообщают, происшествие было переклассифицировано из теракта в диверсию. Больше расскажет Александра Глазунова. 20 января около половины четвертого вечера в селе Кузнецовка Розовского района произошел взрыв. По данным советника министра внутренних дел Заряна Шкиряка, мощность заложенного под мостом устройства составляла около 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. В доме, что в 150 метрах от места происшествия, ударной волной выбило стекло. Пострадавших нет. В облпрокуратуре сообщают новые подробности, которые удалось выяснить экспертам за прошедшую ночь. Предварительно, пока точно не можем сказать, по всей вероятности, часовой механизм. Взрывное устройство сработало до локомотива. Локомотив проскочил по инерции разорванной рельсы. А уже под тяжестью веса вагоны завалились. Состав двигался по направлению к Мариупольскому металлургическому комбинату. По уточненным данным, из 50 перевернулось более 20 вагонов с железной рудой. В связи с этим в Запорожской области начата контртеррористическая операция. Однако в СБУ просят местных жителей не паниковать. Говорят, это не значит, что регион стал частью зоны АТО. Как сообщает сайт СБУ, диверсионную группу, причастную к теракту, уже установили. Продолжается операция по задержанию или ликвидации злоумышленников. Открыто уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса. ДИВЕРСИЯ Тем временем городская власть уверяет, что Запорожью теракты не грозят. Все стратегические объекты находятся под круглосуточной охраной общественников и нацгвардейцев.